Привет, мои хорошие, с вами Селена Свери, и сегодня я собираюсь сделать очень интересное видео по запросу, очень интересный вопрос от мужчины, потому что, в общем, давайте прочитаю вопрос сначала. Вопрос такой, расскажи, как можно отомстить девушке, которая в наглую изменяла и лгала? Уже не в отношениях, но отомстить хочется. Это на самом деле очень-очень интересная тема, для меня особенно, потому что я в свое время тоже была на месте этой девушки и, в принципе, была в свое время на месте этого мужчины. То есть у меня был опыт как измен, грубо говоря, ну не грубо говоря, а как есть, да, так и наоборот, когда меня обманывали, насчет измены не знаю, но обманывали и лгали точно. И еще неизвестно, что хуже, когда тебе изменяют, врут, или когда воруют твои деньги и врут тебе. В общем, и много что другого еще за спиной происходит от любимого человека. Что я могу сказать по этому поводу? Есть что сказать очень много. Первое, что я могу сказать, да, можно отомстить. И даже буквально сегодня я с подружкой созванивалась и говорю, представляешь, у него такой вопрос задали, как будто вот прям знали, что мне есть что сказать. Я говорю, да, может, и бывший какой-нибудь мой задал вопрос. Она говорит, ну да. И я говорю, ну вот типа вот такой, она говорит, ой, ну сразу понятно, что отомстить можно как. Это только стать лучше, там, и так далее, да. Ну, примерно в этом русле я и хотела сказать, что любимым мы можем отомстить только так, что мы можем показать на самом деле, какие мы. Потому что никогда в этих вещах, когда человек изменяет, когда человек обманывает, когда человек уходит, как показывает опыт, никогда не виноват один человек. Это не значит, что ваша девушка была плохая. Может быть, вам неприятно будет это слушать, потому что вы все считаете себя хорошими, правильно? Что ваша девушка была такая плохая, она вас обидела нагло, врала и ушла. Еще и ушла, может быть. И раз вы хотите отомстить, вот знаете, могу такое сказать. Раз вы хотите отомстить, значит, чувства не остыли. Значит, она настолько вас задела, что до сих пор вы хотите отомстить. Как ты могла так со мной? Такое ощущение, что вы ее не отпускаете. И поэтому, что бы вы ни делали, будете вы там, не знаю, караулить ее или еще что-то делать. Ну, то есть вот гадости, касаемые такие, которые вернутся к вам потом, да, что лучше я не рекомендую делать какие-то подобные вещи. То есть грех на душу убрать, грубо говоря, да. То есть вы только этими действиями сможете показать, что вы ее любите, что она вас сильно задела, что она такая, раз такая, и тра-та-та. И нормальный взрослый человек, в принципе, поймет, что пару слов вам, пару движений в вашу сторону, и вы будете с ней. Нельзя. Вам нужно отпустить. По-настоящему мы можем отомстить, если вот прям отомстить. Это когда мы отпустим человека, и нам будет на него плевать. Всегда самое лучшее в отношениях, когда мы хотим сделать неприятно, это игнорить, не разговаривать, перестать интересоваться. То есть равнодушие. Нет ничего хуже равнодушия, понимаете? От любви до ненависти, а джиншак. То, что вы ненавидите или вы любите. Вот честно, я, как человек такой опытный уже, я, ну, не обращаю на это внимания. Если я вижу ко мне вначале от мужчины агрессию, я понимаю, что здесь просто, ну, пахнет страстью какой-то, да? Просто что-то, что-то, что-то человек недопонимает, но у него эмоции, а эмоции это уже что-то. И поэтому хуже всего равнодушие. Поэтому вот что вы можете показать своей бывшей. Вы можете показать равнодушие. Вы можете показать, какой вы на самом деле крутой, чтобы она пожалела, что ушла. Особенно, если у нее отношения не самые лучшие сейчас, да, когда она вас бросила или с кем она изменяла. И, может быть, она там страдает и как-то несчастлива в этих отношениях. А у вас вам нужно найти красивую девушку, вам нужно заработать денег, реализоваться. И когда она увидит все это, у нее внутри может что-то возникнуть, что вот блин, вот блин. Хотя я, например, знаю, что порой парня, если оставите, бросите, который долго не телился в отношениях, да, то благодаря этому и начнет делать какие-то шаги вообще в жизни и навстречу самореализации. Вот. Поэтому, может быть, даже стоит сказать такой девушке спасибо однажды. То есть самореализоваться, да, вот таким образом. Еще обратная связь, да, такая идет в плане, например, я как девушка, да, например, на той стороне другой, которая тоже нагло лгала парню и обманывала, изменяла. Были такие отношения. И я могу сказать, что сначала я винила, корила себя, что да, ну, конечно, это плохо изменять. И вообще не то, что изменять, а просто врать. Вот это предательство, это очень плохо. И когда оно тебе возвращается, ты понимаешь, что так нельзя с людьми, когда ты испытываешь все это на себе. И потом я на себе тоже все это испытала, за что я потом извинялась, конечно, и осознала свои какие-то такие ошибки, да. Например, если бы мой бывший хотел бы мне как-то отомстить, то вряд ли у него получилось бы, как бы он не отомстил. Я на самом деле человек неплохой, хоть я все это и делала, да. То есть каждый ошибается. Я даже, грубо говоря, сама по себе могу судить и сказать теперь, почему другие это делают. Потому что тоже, да, то есть были отношения, грубо говоря, идеальные, все было хорошо. Ну, как бы идеальные. Они на самом деле были не идеальные. Казалось, мужчина все делал для меня, да, там все старался и так далее. Но не все, как оказалось, делал, да. То есть девушкам нужны материальные блага. Этих материальных благ, которых мне хотелось, их не было. Реализации никакой, по сути, не было. Не было денег на какие-то поездки, там, какие-то хорошие подарки. То есть я, наоборот, все продавала, а не приобретала какие-то дорогие украшения свои, там, и многое другое, да. Человек все прощал. Никогда нельзя все прощать. На самом деле, все видно с самого начала, что человек изменяет, как он там врет. Это все видно в малейших поведениях. Нужно просто развивать внимательность, чтобы все это увидеть. И если мы оказываемся в подобной ситуации, то я скажу, что мы сами виноваты. Я тоже была в этих ситуациях, и я скажу, что я сама виновата, что я в них оказалась. Потому что вовремя я не пресекла то, что нужно пресечь. Вовремя я не сказала там какие-то слова. Или вовремя просто-напросто я не ушла. А все люди, они как дети. Мы все остаемся большими детьми. И сознательно или бессознательно мы друг друга воспитываем. То есть я вроде знаю, как себя вести и так далее. Но если человек будет позволять мне садиться ему на голову, я сяду. Причем невольно сяду. Если мужчина сначала позволяет девушке гулять, грубо говоря, с подругами по клубам ночью, то не удивляйся, что когда-нибудь она встретит кого-то, с кем закипит какая-нибудь страсть. Это нужно все очень сильно контролировать. И в общем, такие моменты. Тем более, если девушка красивая, если девушка с амбициями какими-то. Бывают два человека, которых устраивает. Все, они сидят дома, и все хорошо. Есть люди, которые стремятся вперед, стремятся вперед. И их отношения никогда не должны стоять на месте. И если вдруг что-то в отношениях происходит не так, кого-то что-то не удовлетворяет. Все, будешь смотреть налево, искать лучше. Потому что мы заложены так. Мы хотим всего лучше. И мы чего-то боимся. Вот от чего происходят все эти измены и обманы. Это мы хотим, первое, мы хотим чего-то лучше. Мы к этому идем. Почему происходят обманы? Потому что мы боимся. Мы боимся признаться. Мы боимся выглядеть плохо. Мы боимся обидеть человека нашего. Поэтому я думаю, что у вашей девушки, которой вы так хотите отомстить, хочется, не так все гладко было в тот момент, даже когда она нагло изменяла и врала. Поверьте, это непросто. Врать и изменять это непросто. Это у каждого у нас есть совесть. Она где-то грызет. Даже если кажется, что этого нет. Это очень тяжело, и это дает отпечаток. Более того, это все возвращается. Поэтому вообще расслабьтесь. У нас природа, и все вот так вот заложено вокруг, что никто не останется безнаказанным, поверьте. А вы, если просто будете мстить какими-то серьезными такими вещами, не искать причину в себе, что вы в чем-то виноваты, изменить себя на зло всем окружающим, стать лучше на зло всем, а будете делать что-то плохое, то вернется это к вам. И это такой будет замкнутый круг, вы никогда не будете счастливы. Мне, кстати, сериал интересный, моя подружка посоветовала. Он называется «Реванш. Месть» по-русски. И тоже девушка там мстила за своего отца. В общем, весь сериал, четыре сезона о том, как она мстит. И сколько-сколько близких, родных, сколько смертей, сколько всего, дабы прийти к цели своей. И чтобы отомстить, чтобы все просто умерли. Смысл тоже, интересный сериал на самом деле все это, но вот он оставил отпечаток такой во мне. Смысл мстить и столько потерь тоже близких, детей, людей, столько страдают для того, чтобы просто мучился там один-два человека, которые все сделали, ну, хотя там много в сериале, но все равно. И все эти люди тоже действовали под разными причинами, под какими-то страхами и желаниями лучшего. Все это вы можете понять, когда окажетесь, может быть, сами в подобной ситуации. С вами будет человек, который не совсем будет вас удовлетворять. А может быть, он сначала будет вас удовлетворять, а потом плавно перейдет к неудовлетворению. Плавно вы влюбитесь в кого-то, плавно вам будет тяжело обидеть человека. Вы ему раз соврете, два соврете, и потом увидите, что человек как бы терпит, и вы можете как бы на два фронта. И, в общем, сами не заметите, как уже вы в таких сложных отношениях, и вы уже говнюк. Поэтому не зарекайтесь, не зарекайтесь, что вы такой классный, хороший, и что можете потом судить человека. Вы оказались в этой ситуации по собственной вине, потому что не были просто внимательны в начале, и не делали какие-то шаги, которые бы все это предотвратили. Просто обратите на это внимание и исключите все это. Если вы будете думать, что только вы один хороший, а девушка плохая, то вы ничему не научитесь и окажетесь в такой же ситуации. То же самое, как бы это видео, и для девушек то же самое. По отношению к парням абсолютно то же самое. Вы можете только стать лучше, и полный игнор этому парню, полная равнодушие, и все. Вы стали красивые, востребованные, и стали какой-нибудь звездой, и парень будет грызть локти со своими какими-то простушками, да, какими-то. Ну и дай бог, чтобы у него тоже все было хорошо, потому что если человек в отношениях и мечется еще куда-то, это значит, ему не очень хорошо. Вот я об этой теме могу говорить очень долго. Значит, ему не очень хорошо, и он ищет что-то лучше. И даже если мужчина, допустим, все, вы там расстались, да, он вам изменял, он такой весь плохой, и тут вы находите мужчину, вы самореализовались, все круто, он уже как бы все уже, локти кусает, и все равно он находится в ситуации, где он там встречается с девушкой, вроде бы все хорошо, но он там, например, посматривает на вас тем самым, да, или на других каких-то девушек. Ну где счастье у человека? Где счастье? Если он нестабилен внутри, если он не может, ну, как бы найти, да, он хочет и тут, и там, он живет с девушкой, с которой смотрит налево, вообще. Не девушка несчастлива, не он несчастлив, потому что он не любит ту, с кем живет, да, а хочет то, что недосягаемо. Ну, в общем, здесь очень много таких нюансов, моментов, поэтому молодой человек, он не подписан, кстати, именем, у него тут написано всем удачи, вот так вот. Просто обратите внимание на себя, а простите, отпустите, поймите, что в этой ситуации виноваты вы, тогда еще легче отпускать, потому что себя лучше исправить, это и полезно на будущее будет. Вот, ну и не зацикливайтесь, не зацикливайтесь, ищите, реализуйтесь и найдите себе прекрасную девушку, которая будет вам предана, которая будет ценить вас все. Надеюсь, мое видео было вам полезным и интересным, если остались вопросы, задавайте еще под видео, я обязательно отвечу. С вами была я, Селена Свеи, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, много интересного впереди, а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok